Привет, красотки! Сегодня поговорим мы с вами о нюдовых помадах. У меня уже на канале было видео однажды такого плана. Наснимала я его тогда, используя свет из окна. Свет был непостоянный, цветокоррекция там вообще куда зря. Свет вообще куда зря. Короче, видео, как мне кажется, мало информативное. В том видео я показывала вам 10 своих любимых нюдовых помад. И в этом видео я покажу вам 25 своих любимых помад. И еще я сюда добавила как бонус 2 нюдовых блеска. И еще покажу вам 4 нюдовых карандаша, которые я обычно использую с этими помадами и блесками. Так что видео будет достаточно объемным. Я надеюсь, очень информативным. И давайте уже не будем затягивать и начнем наш разговор. 4 моих самых любимых карандаша для губ. Первый это оттенок под номером 9 Neutral Story из линейки Lumine. Самый рыжий нюд из всех, которыми я обладаю. Это самый нейтральный нюдовый карандаш из линейки Essence in the Nude номер 11. Оттенок NYX это нюд с добавлением розового. А оттенок Satin'Wave это уже розовый с добавлением нюда. В матовой категории у меня 7 помад. И в течение того времени, пока я буду показывать вам эти помады, я не буду каждый раз говорить, что это матовая текстура. Я просто вам буду говорить, какой оттенок имеет помада. Это какие особенности у неё есть, кому конкретно я эту помаду рекомендую. И когда мы завершим категорию матовых помад, я скажу, начинается категория кремовых помад. То есть вы понимаете, о чём я говорю? Чтобы сократить время, опять же, в этом видео, потому что помад у нас много. И первая помада в этой категории, это помада из линейки Mabre. Она 930, называется она Nude Embrace. Она явно не тёплый нюд, на мне она смотрится чуть сероватым таким нюдом. Мне кажется, она имеет тенденцию к тому, чтобы сделать вас не очень живой. Так что, если вы этого лука не хотите, просто учитывайте то, что в ней есть всё-таки чуть-чуть вот этот вот сероватый поток. Следующая помада является одной из моих самых любимых нюдовых помад в моей коллекции. Одной из самых уникальных. Называется она номер 37 Fifth Hour и принадлежит она к матовой коллекции помад Джордана. Имеют такую плотную текстуру, пахнут ванилью. И вот этот конкретный цвет, это такой серовато-коричневый нюд. Я эту помаду называю цвет губ Алекса Весельски. Может быть, интересно тем, кто любит вот этот вот образ губы 90. Эта помада тоже из линейки Джордана, но линейка эта называется не просто мат, а модерн мат. Как вы видите, упаковка другая. Но формула очень похожа с предыдущей помадой Matte Blush 02. Помада гораздо более светлая, чем предыдущая. И она гораздо более розовая. Если вы хотите нейтральный, свежий, розоватый нюд, то я думаю, вот эта помада это как раз то, что вам нужно. Помада от Rimmel под номером 105 из матовой линейки от Kate Moss. Имеет для меня очень приятный запах. Пахнет таким киселём из детства. Сотый раз я вам это повторяю. Имеет в себе мельчайший шиммер, что делает эту помаду более объёмной. Я бы сказала, шиммер похож на шиммер в помаде Rimmel Airy Fairy и на тот шиммер, который есть в помаде Rimmel Birthday Suit. Я, кстати, обе эти помады вам позднее покажу в категории кремовой помады. И вот этот цвет это нейтральный, коричневато, розово-лиловато. И в отличие от всех предыдущих, этот нюд вы можете носить с минимальным макияжем глаз, и он явно не будет делать вас бледный, блеклый и так далее. То есть, например, вот эту помаду без макияжа глаз я бы носить не стала именно по той причине, что вы будете выглядеть как не выспавшийся, не знаю, не отдохнувший человек именно из этого сероватого потона. Эта помада делает вас гораздо более живой. Оттенок Баттер из матовой линейки NYX. Девчонки, эта помада может быть интересна тем из вас, кто хочет 100% негрейш. Здесь 50% бежа, то есть нюда, и 50% серого. Она не сероватая, то есть вот эта вещь, это не грейш, это просто сероватый нюд. Здесь серого гораздо больше, и если вы ищете именно такой оттенок, я думаю, Баттер будет вам интересен. Эта помада из матовой линейки Milani называется она Matte Naked номер 61. Рекомендую вам всеми руками и ногами, вне зависимости от вашего возраста, от вашего потона, вообще не ощущаю на своих губах. Я в миллионный раз вам повторяю, насколько я обожаю линейку Milani, вот эту матовую линейку. Пахнут они ванилью, очень приятные, носятся, долго не смазываются, не приносят никаких проблем. И вот этот конкретный цвет еще очень-очень классно смотрится на фотографиях. Эту помаду я считаю просто беспроблемным нюдом, Soft Matte Lip Cream из линейки NYX в оттенке Abu Dhabi. Коричневатый, чуть более темный нюд, подойдет тем из вас, девчонки, кто хочет вот этот вот лук из 90-х, то есть коричневатый губой. Он не привлекает такое огромное количество внимания к себе, и в нем нет серов. Кремовых помад у меня 10 штук, и первая, которую я вам хочу показать из линейки Essence, Long Lasting, называется она Porcelain Doll. Эта помада является чуть более проблемной, чем обычная помада из линейки Long Lasting, по той причине, что она является очень светлой, нюдовый, замазочный цвет с персиковым подтоном. Ее рекомендую носить с карандашом, из-за того, что текстура у нее, опять же, имеет некоторые проблемы, из-за того, что этот цвет светлый. Но с карандашом я ее ношу достаточно часто, и никаких проблем она таким образом мне не доставляет. Оттенок Nude Love под номером 11. Точно такой же светлый оттенок, как предыдущий, очень похожие помады, но только у той персиковый оттенок, а у этой розовый. Это помада из линейки Rimmel by Kate Moss, номер 03. Плотная, кремовая, имеет классический запах помад Rimmel. Вот та помада, которую я вам показала в матовой линейке, пахнет киселем. Эта помада пахнет цветами, какими-то пудровыми такими. Ну, то есть, вот этот вот классический запах, который имеют помады из основной линейки в фиолетовых тюбиках и вот помады в черных тюбиках, точно такой же запах имеет. Чуть более темная, чем предыдущие, я бы сказала, она может быть на полтона, на тон темнее. И она все еще находится на границе с консилерным нюдом, но она не имеет вообще никаких проблем с нанесением, потому что цвет, опять же, не такой светлый. И она работает хорошо и в повседневных образах, и в образах, где у вас такие темные, с ноги глаза, она тоже отлично вписывается. Оттенок Pink Shuga из линейки Megalast от Vatom Lyle. По оттенку этот цвет очень похож на помаду от Essence Porcelain Doll, которую я вам вначале показывала. Но, как вы видите, разница состоит в том, что это нюд с примесью персика, а это просто разбеленный персик. Чуть-чуть все-таки подсушивает, когда вы наносите ее на свои губы, она может тянуть за собой вашу кожу на губах. Ничего такого категорически неприемлемого. Учитывайте этот факт, если вы не любите сухие помады, думаю, эта вещь вам не понравится. Но пигментация у нее просто фантастическая. И в отличие от помады от Essence, которую я вам вначале показывала, у этой формула менее проблемная, как мне лично кажется. Переходим к Maybelline. Оттенок этот называется Tantalizing Taupe 725. Это холодный розоватый нюд. И в холодных образах этот нюд смотрится хорошо, даже если вы девушка с теплым подтоном. И если вы белоснежка с розовым подтоном кожи, это идеальный нюд для вас. Следующий оттенок тоже из линейки Maybelline. Называется он 740 Coffee Craze. В нем больше коричневого и серого. Именно поэтому он вписывается вообще куда угодно. И, девчонки, если у вас теплый подтон кожи в особенности, то вот к этому цвету рекомендую присмотреться. Нейтральный коричневый с примесью серого. То есть более носибельный коричневый. Тоже персиковый. Цвет называется Undressed из классической линейки Last and Finish от Rimmel. Если вы обладаете теплым подтоном, таким же, как и я, то вот эта помада это просто must have. Если вы обладаете холодным подтоном, этот цвет тоже вам может понравиться, если вы любите персики. Но, по моим наблюдениям, именно для теплого подтона это просто фантастический цвет, как повседневный такой освежающий нюд. И в особенности этот цвет офигительно смотрится на загорелой коже. Классика жанра. Оттенок Airy Fairy под номером 070. Нейтральный розоватый нюд с микро-шиммером, который делает ваши губы более сочными, более объемными. Но этого шиммера не видно на губах. И, наверное, из всех помад, о которых я вам буду сегодня говорить, вот этот цвет это один из тех, с которым просто невозможно ошибиться, вне зависимости от вашего возраста, вашего подтона и так далее. Оттенок под номером 077 из той же самой линейки Rimmel Last and Finish, называется он Азия. Нюд на любителя, потому что я эту помаду не ношу так часто. Именно потому что у меня теплый подтон, и мне нужно думать перед тем, как вообще вписать этот цвет куда-то. Но если у вас холодный подтон, для вас эта помада 100% будет идеальным повседневным нюдом. Этот цвет освежает, одновременно с этим он является достаточным акцентом в макияже. То есть, можете просто накрасить губы этой помады, накрасить глаза тушью и уже выглядеть фантастически. И завершает категорию кремовых помад, помада 250 Burst the Suit из линейки Last and Finish от Rimmel. Это мой самый любимый летний нюд, из-за того, что эта помада имеет такое золотистое свечение, в ней есть те же самые микрочастицы, которые есть в помаде Airy Fairy, которые визуально увеличивают ваши губы. И эта помада смотрится почти как блеск. И с загаром вот эта вещь смотрится просто неописуемо шикарно. Идеальный нюд для создания образа Дженнифер Лопп. Теперь переходим к бальзамным, таким сияющим финишам. И открывает эта категория помада от Essence под именем Hidden Secret и номер у неё 04. Эту помаду можно наносить без зеркала, она не создаёт никаких проблем. В ней нет розового, если она и текотеет к какому-то потону, то, скорее всего, она более персиковая. И вот этот цвет я рекомендую тем, кто только начинает вообще знакомиться с косметикой, с помадами. Если вы не знаете, с какого нюда начать, то вот эта вещь – это идеальный вариант для вас. Ещё парочка помад, которые я тоже могу назвать лучшим другом начинающего, в особенности того начинающего, который привык к блескам. Это помады из линейки Catrice Luminoe Slips. Вот этот цвет называется Undercover Nude номер 030. Более насыщенный, чем предыдущий и чем тот, который я вам после этого покажу. И загаром этот цвет, кстати, выглядит просто фантастически. О помадах из линейки Catrice я уже делала отдельное видео. Девчонки, кстати, внизу, как обычно, оставлю ссылки, если у меня есть отдельное видео, где я ещё раз показываю какие-то помады из этого обзора. Ещё один цвет из этой линейки Catrice называется он Coffee and Cream номер 050. Эти помады фактически являются блесками, и очень большой плюс этих помад состоит в том, что их можно наносить даже если у вас вообще больше нет макияжа на лице, не накрашены глаза, нет тонака, нет румян, вообще нет ничего на лице. Можете накрасить губы этой помадой, и она будет вас освежать одновременно с этим, не будет смотреться инородно на вашем лице. И то же самое могу повторить о помадах из линейки Luminero Asbury Miracle, наверное, покажу их обе сразу. Помады под номером 101 Shining и под номером 111 Glimmin. Это такой светлый персиковый нюд, но он выглядит не таким светлым на губах, потому что он явно не такой пигментированный, как та же самая помада от Wet n' Wild, которую я вам показывала, Pink Sugar. И вот этот нюд для меня, своим тёплым потоновым, опять же, является идеальным. Он смотрится гораздо более светлым на губах, выглядит таким розоватым, коричневатым. И вот этот цвет, кстати, с загаром тоже выглядит просто шикарно. Ещё один идеальный нюд, в особенности для начинающих, это вот такой вот оттенок из линейки Lumine Lipser Bed, по-моему они называются. У меня стёрся номер на упаковке, но я вам внизу его оставлю в инфобоксе. Эта помада очень удобна из-за своего вот этого стикового формата, её можно просто бросить в сумку, доставать в течение дня, наносить без зеркала, потому что это нюдовый цвет, с ним очень сложно промазать за границу губ. И для начинающих этот цвет тоже может быть очень интересен. Помада из линейки Hydro Extreme от Maybelline, о которой я, кстати, недавно делала отдельное видео, называется этот цвет Chocolate Temptation под номером 781. Очень похож по своему финишу на оттенок из линейки Lumine Raspberry Miracle. Вторая помада, которую вы видели в моём уроке Mii Штюк и в том же самом видео, ревью о помадах Maybelline Hydro Extreme Pinky Beige под номером 721. Бежево-розовая помада, идеальный влажный нюд, подойдёт кому угодно, если у вас тёплый потон, холодный потон, не имеет значения, эта помада будет отлично смотреться на вас. И два блеска, которые являются бонусом, это блеск от NYX в оценке Тирамису. Пахнет печеньками, печёностями, прямо хочется его съесть, очень вкусно пахнет эта штуковина, имеет приятную текстуру для блеска, так вообще мега приятно, вы знаете, я к блескам очень требовательна, я вообще не люблю вот эту липкость на губах, которую блески дают. Но этот блеск меня не бесит и является он идеальным розоватым нюдом. И очень хорошо, кстати, смотрится на невестах. И второй нюд, который является более персиковым, это мой любимый блеск от Essence, из линейки Liquid Lipstick, называется он Almost Real. Это находка в особенности для девушек с тёплым потоном. На этом, девчонки, буду завершать своё видео на сегодня. Надеюсь, вам было интересно, надеюсь, это видео было достаточно информативным. Спасибо огромное за просмотр, всем отличного настроения, улыбайтесь чаще, и до скорой встречи, пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok